Добрый день! На телеканале Ника ТВ новости в студии Екатерина Киселёва и в начале выпуска коротко о главных темах. Самый умный день в году. Учёные принимают поздравления с профессиональным праздником. Сортировка мусора поможет окружающей среде. Калужане сдали старые батарейки. Новые грани таланта в доме музея Чижевского впервые показали пейзажи учёного. В Сочи обсуждают вопросы достойной зарплаты и создания высокопроизводительных рабочих мест. В съезде Федерации независимых профсоюзов России участвуют и калужские делегаты. Среди заявленных задач также вопросы социального партнёрства и социальной защиты трудящихся. В первом дне работы съезда принял участие президент Владимир Путин. Цитата. «Сегодня достаточно сложный период, который переживает наша страна и наша экономика. Деятельности трёхсторонней комиссии и первичных профсоюзных организаций особенно значимы. Все мы понимаем, что ситуация на рынке труда может и усложняться, будет трансформироваться и структура занятости. И нужно добиваться, чтобы работодатели действовали в соответствии с законом, а права наёмных работников не были ущемлены. При этом и ваша позиция должна быть конструктивной, без всякого популизма». Конец цитаты. Россияне должны заменить иностранную рабочую силу. Это одно из условий получения федеральных средств на борьбу с возможной безработицей в регионах. Ранее правительство выделило 52 миллиарда рублей на случай, если ситуация на рынке труда будет ухудшаться. Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что регионы будут разрабатывать свои программы по использованию этих средств, а федеральный бюджет будет компенсировать около 90% затрат. Доллар растёт, а вместе с ним дорожают и отечественные продукты. В чём связь и где справедливость? Редкий покупатель задумывается, какова доля российского в одноимённом сыре, и как может измениться его себестоимость, если в производство вмешиваются импортные технологии. Почему хлеб дорожает ещё до того, как поднялось тесто? От курса евро зависит стоимость курицы из ещё не вылупленного яйца. Теперь и разводчики пернатых внимательно следят за колебаниями валютных курсов. Вопрос, что появилось раньше, яйцо или курица, до сих пор остаётся без ответа. Однако то, что куры как настоящие, так и будущие теперь обходятся дороже – это факт. Почему товары дорожают ещё до того, как попадают на прилавки магазинов? Весь путь отечественного продукта от замеса до упаковки сегодня в программе «Неделя в 19 часов». Самый умный день в году ежегодно, 8 февраля, Отечественное научное сообщество отмечает свой профессиональный праздник – День российской науки. 8 февраля 1724 года была основана Академия наук. Указом президента в 1999 году именно 8 февраля установлен дата и празднование Дня российской науки. Россия стала первой страной, где было разработано учение о биосфере. Впервые в мире в космос запущен искусственный спутник Земли. Введена в эксплуатацию первая в мире атомная станция. Он был учёным, изобретателем, художником, поэтом и даже философом. 7 февраля Александру Чижевскому исполнилось бы 118 лет. В честь дня рождения в Доме музея великого деятеля открылась традиционная выставка картин, написанных им. Чижевский – автор около 2000 картин, в основном пейзажей. Сохранилось около 300 работ, 27 из которых представили на выставке. При этом некоторые выставлены впервые. Самое главное, чтобы больше о Чижевском рассказывали в школах. Потому что этот человек хоть и не родился на Калужской земле, но он здесь достаточно время прожил. Его первые научные труды и основополагающие труды были написаны именно здесь. Поэтому надо знать свою историю, надо знать людей, которые делали славу города в том числе. Выставка будет работать до 10 марта. Отличные примеры импортозамещения. Учёные научно-производственного внедрительского предприятия «Турбокон» разработали энергетическую установку, которая по характеристикам превосходит лучшие мировые образцы и способна потеснить с российского рынка крупных иностранных конкурентов. Новинку уже готовится внедрить несколько крупнейших госкорпораций. И это только начало, уверена Наталья Жилина. Уже четверть века Калужский «Турбокон» занимается созданием крупных энергетических установок и разработками для гражданского и военного флота. Над проектами трудится более 60 человек. Среди них немало докторов и кандидатов в наук, есть профессора и академики. Здесь растят и молодые кадры, привлекая к работе студентов и аспирантов. Один из них – Антон Птахин. Президентский стипендиат, он возглавляет научную группу, пишет диссертацию и преподает в Бауманском университете, выпускником которого является. Когда я был на первом и втором курсе, я понял, что я хочу стать инженером и хочу заниматься наукой. И со второго курса я уже пытался попасть на турбинный завод, устроился туда и через год пришел сюда работать. Я испытываю гордость за то, чем я занимаюсь. Во-первых, я занимаюсь тем, что прославляю российскую науку. Здесь непосредственно наше предприятие делает те работы, которые не имеют аналогов в мире, и мы находимся на высочайшем уровне. Последняя разработка предприятия – экологически чистый воздушный конденсатор, который позволит энергетическим объектам обходиться без использования воды. Воплощать проект помогали более десятка научных институтов и предприятий страны. Это макет. Оригинал в 10 раз больше. Характеристики намного выше существующих мировых образцов. Установка готова потеснить на российском рынке иностранных конкурентов. Ее внедрение уже планируют крупнейшие энергетические компании страны. Воздушный конденсатор – это очень дорогое удовольствие. Он гораздо дороже обычных водяных традиционных конденсаторов. Это альтернатива им там, где невозможно и где нет воды. Это пустыня, это Средняя Азия, это Москва, где сегодня не хватает воды, где сегодня уже начинаются штрафы за природопользование. А это еще одно ноу-хау. Высокотемпературная паровая турбина большой мощности. Серьезный конкурент современных парогазовых установок. В основном это будет Урал, Западная Сибирь и, возможно, Дальний Восток. Это большие электростанции. Значит, чтобы понять эффект от этого дела, я вам примерно скажу так. Современная электростанция мощностью 1 миллион киловатт, она в день потребляет 5 эшелонов. 5 эшелонов не вагонов, а 5 эшелонов угля, если это угольная электростанция. Если мы внедрим эту технологию, количество потребляемого угля уменьшится вдвое. В условиях санкций и импортозамещения шансы на внедрение инновационной продукции на рынки страны высоки. А калужские ученые готовы идти дальше и предлагать ноу-хау для отечественной промышленности. Главное, чтобы интерес был взаимным. Наталья Жилина, Андрей Бодрышев, телекомпания НИКО-ТВ. Собери батарейки, спаси окружающую среду. На улице театральные волонтеры вновь организовали пункт по приему использованных батарейкой и бытовой техники. С сознательными калужанами, которые заботятся о природе, познакомилась Анастасия Юрко. Одна пальчиковая батарейка может загрязнить тяжелыми металлами до 20 квадратных метров земли. Об этом Нина Сафонова прочитала в газете и с тех пор не выбрасывает их в мусорное ведро и запрещает это делать другим. Сегодня я собрала батарейки со своего подъезда, а в следующий раз я объявление повешу и соберу со всего дома, а дальше посмотрю. Мария Усенко верит в то, что экологической катастрофы можно избежать и приучать дочерей с самого детства беречь окружающий мир. Первый вклад – полкило собранных по родственникам батареек. Очень озабоченные ситуации с экологией в нашем городе. Хотелось бы нашим детям оставить чистый воздух, свежую природу в чистом виде. Старые мобильные телефоны, калькуляторы, испорченная бытовая техника и все то, что может навредить земле. Волонтеры призывают аккуратно относиться к этим предметам и сдавать их в специальные пункты приема. Или проще – приносить на театралку каждую первую субботу месяца. Если человек копит мусор, ему этот мусор хочется через месяц от него избавиться. Потому что формально это единственный способ утилизовать мусор и отдать его на переработку. Совсем скоро мусор, собранный волонтерами, отправят в Москву. А затем в Челябинск. На единственный в России завод, который занимается переработкой опасных отходов. Анастасия Юрко, Леон Ким, телекомпания НИКО-ТВ. День, который забрал наше все. 8 февраля 1837 года на окраине Санкт-Петербурга в районе Черной речки состоялась печально знаменитая дуэль Пушкина с Дантесом. Она была спровоцирована анонимными письмами, намекавшими на неверность жены Пушкина. В ходе дуэли поэт был смертельно ранен в живот. Ответным выстрелом он ранил Дантеса в правую руку. С места дуэли поэта привезли домой на набережную реки Моки, дом 12, где в мучениях он прожил два дня. И несмотря на усилия врачей, поэт скончался 10 февраля. Две команды и лишь одна цель – выход в лигу лучших студенческих сборных страны. Калужский фриал МГТУ имени Баумана провел очередную встречу в рамках чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола. Калужские ракеты, как они себя называют, стремительно начали атаковать кольцо соперников. Первый период дался нашей команде, если нелегко, то с преимуществом перед белгородским технологом. Затем инициативу матча взяли на себя гости. Будущие инженеры отпустили противника и не смогли сократить разрыв до конца встречи. 81-64 в пользу гостей из Белгорода. Собирались выигрывать две игры дома. Не получилось, оказались слабее. Вначале зацепились, а в итоге проиграли 20 очков. Не сумели, наверное, схватить их на второй четверть. Пустили отрыв, и уже половину вторую не смогли догнать. У нас несколько ребят было травмировано, не тренировались после Нового года. Может, это, как сказал, не получилось командных действий у нас никаких сегодня. И на этом пока все. Увидимся в 14.30.